Всем приветики, друзья! У нас сегодня с вами видео из рубрики «Истории жизни» про сайты знакомств, про РСП, про отношения, про психологию отношений, про всё про это. Кому интересен данный контент, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также заглядывайте в плейлисты «Истории жизни», «Психология отношений», чтобы посмотреть предыдущее видео. Пишите свои истории под видео в комментариях, либо в разделе о канале. Есть ссылка на мою соцсеть. Если не хотите писать там и там, хотите ещё какую-то другую соцсеть, то пишите в комментариях, тоже многие так делают. И я дам вам ещё одну соцсеть, чтобы вы могли написать свою личную историю там, чтобы потом это всё мы обсудили на канале, другие зрители присоединились и написали собственное мнение. Также под этим видео в описании, в закреплённом комментарии будет ссылка на мой Boosty канал, куда вы тоже можете подписываться, где мы будем проводить прямые эфиры и стримы, и общаться в режиме онлайн. Ну, знаете, что такое стримы, да? Оформляйте подписку уровня, так и называется, прямые эфиры и стримы, и будем общаться. Ну, а сейчас, собственно, переходим к очередной истории. Видео будет, ну, «Замуж за иностранца», «Про иностранцев», вот про всё про это. И это видео тоже из комментариев следует. О, смотрите, такой интересный комментарий. Значит, когда ты снимала видео, по-моему, мужское движение, что это на самом деле. И вот пишет, я так понимаю, что женщина пишет. «У нас война полов. Дело в том, что такие промытые мужчины, выражаясь их же языком, непригодны для отношений. Рекомендую русским девушкам искать мужчин среди иностранцев или быть одной. Гуру много, кто чему учит. Максим Вердикт открыто призывает издеваться над женщинами морально, раскачивать, а там и до дурки недалеко». Ну, вот такой вот комментарий. Поэтому, ну, про промытые мужские мозги, женские, наверное, да, я сейчас об этом говорить не буду. Давайте поговорим именно вот эту тему «Замуж за иностранца». Сейчас я расскажу вам реальную историю жизни. А вы напишите, пожалуйста, свои комментарии, как вы считаете, вот эта вот семья, этот брак счастливый? Можно ли назвать его счастливым или всё-таки нет? Значит, на данный момент этим людям уже ближе к 60-ти. Он и она богатая семья. А, значит, в своё время она вышла замуж за иностранца. Причём, давайте так, иностранец иностранцу рознь. Как бы, если это европейцы, это одно. Хотя, ну, там тоже свои, конечно, нюансы. Если это восточный мужчина, это совершенно другая история, да, речь именно об этом. И немножечко про этот комментарий. Ну, нельзя так сказать в общем и целом, что вот все русские там, ну, грубо говоря, да, плохие, а русские там, Иван, ну, без обид, ну, вот есть такое, да, как она вот говорила, эта женщина, про которую я сейчас расскажу, за него нельзя выходить замуж, значит, потому что он там пьёт, потому что он не зарабатывает деньги там, ну, не способен, в общем, быть семейным человеком. А вот за иностранца надо выходить замуж. Вот это вот, что сказала эта женщина, про которую я сейчас расскажу в начале своего жизненного пути, скажем так. Ну, имеется в виду пути замужней женщины. А что касается комментариев, то, ну, нельзя так, я говорю, в общем и целом говорить, что все русские там плохие, не работают, непригодны быть мужем, там, пьют и так далее и тому подобное. Все иностранцы такие замечательные. Нет, среди иностранцев тоже такого много. Вот у меня история даже на канале есть, как женщина рассказывает, как она вот вышла замуж за иностранца, вещь, и вот этот путь, сколько она там с ним прожила, это вообще жестяная жесть. Эти русские женщины, они никогда не признаются, что им плохо, да, что они вот вышли замуж за иностранца, что их там гнобят, кошмарят и так далее и тому подобное. Нет, они всем будут говорить, что так прекрасно, так замечательно у нас любовь, морковь, все дела. Да, но только вот иногда в таких моментах, да, то есть как бы анонимно могут признаться в чем-либо. Либо ты сам знаешь вот конкретно этого человека всю его историю, как он живет с тем самым иностранцем. Поэтому среди европейцев, среди восточных мужчин, среди там русских бывают разные люди, самые разные. Но что касается восточных мужчин, это как бы особая такая категория, потому что у них, ну, давайте так, они считают искренне, что женщина это не человек, сиди, рот свой закроет, там знает свое место женщина. Ну, есть такой момент. Ладно, перехожу, собственно, к истории. Значит, рассуждала она таким образом, что выходить надо замуж только за иностранца, потому что русские непригодны вообще для семейной жизни. И она познакомилась в институте, вот, ну, я рассказываю эту историю жителей из Беларуси, да, то есть в Минске познакомилась в институте, вот, ну, приезжай же к нам учиться тоже, иностранца. Это было давно. Я говорю этим людям уже сейчас ближе к 60. Значит, с арабом. Вышла она за него замуж, это был ее первый, единственный мужчина, все, все как полагается, да. Значит, они уехали жить к нему на родину после того, как они закончили институт. То есть оба получили высшее образование. Она, надо сказать, и он, очень-таки умные люди, ну, вот объективно. Значит, уехали они жить к нему на родину, и она говорит, там его родственники, в частности, его мама, каждый день, каждое утро выпивала чашку моей крови. Я вот только так это вот запомнила, мне так это вот, ну, знаете, вот, бывает так вот, отложилось в памяти. Потом они вернулись сюда, в Беларусь, на ее родину. И, значит, ну, с этими арабскими деньгами, да. И замутили здесь бизнес. И у них не один бизнес, много, то есть действительно очень богатые люди. Ну, у них, значит, такой брак был, как вот в двух словах. Он делал, что хотел, естественно, изменял, у него там были другие женщины, но семья, это было для него святое. То есть он зарабатывал деньги в свое время, он купил ей бизнес. То есть она ушла в работу с головой полностью. Она ему не мстила, там не изменяла, а для нее работа, это вот все просто, да, вся ее жизнь, это вот ее бизнес и работа. И когда возникали какие-то моменты, они, естественно, возникали, то есть надо было решать вопрос, она сразу, муж, иди решай. Муж, естественно, шел и решал абсолютно любые моменты, вопросы. Ну, вот такая вот плата, что он жил своей жизнью, там, ну, как решать вопросы? Он же, естественно, поддерживал нужные связи. Естественно, он где-то там с мужиками в баню, в сауну, там, там эти шаланды приходили, там, да, как бы обслуживали их и все. То есть, ну, вот такая вот была жизнь, да, как будто вот и есть муж, с одной стороны, а с другой стороны его нет. Он может поехать отдыхать один там куда-нибудь за границу, много раз ездил. Ну, она, в принципе, без него тоже ездила, но она, надо сказать, вот зная ее, никакие мужики другие ей, в принципе, были не нужны. Она настолько была заточена на семью, на деньги, на бизнес, она просто в этом утопала. Ну, когда-то вот у нас, например, в Беларуси раньше было принято, мы ездили в Польшу постоянно все белорусы, там, ну, просто там за одеждой, за, там, шмотками, за едой, ну, как-то так. В Литву и в Польшу. Ну, сейчас, вы понимаете, эту лавочку прикрыли, как бы никто не ездит. Вот она тоже постоянно муталась там и в Польшу, и в Милан там на распродаже, как бы, да, ну, заточена на себе, хорошо одеваться, вкладывать в себя деньги. А то, что муж там где-то чего-то, ну, а как он будет вопросы решать, да? То есть, это вот такая оборотная сторона медали. Вроде бы семья такая богатая, бизнес, муж решает себе вопросы, но он живет своей жизнью, он ей изменяет. Какая она сама по себе? Она по себе очень злая, да, очень злая, очень нервная такая, ядовитая на язык, умная. Их брак такой стабильный, они даже больше не как муж и жена, а как партнеры, да, то есть, такие вот партнеры. Ну, а почему она такая злая? То есть, когда человек несчастливый, в принципе, ну, или там что-то его не устраивает в своей жизни, он, конечно же, будет выражать это как-то на окружающих, он будет злиться. Вот, в частности, она такая, достаточно недобрый человек, да, может быть, потому что она прожила такую жизнь, только в один момент их брак мог распасться. Не по ей, ну, не по его, ну, короче, да, то есть, не потому что она там вспрыкнула, потому что он ей изменяет, нет, она приняла это. Она приняла его образ жизни, она приняла его таким, какой он есть, да, вот этого восточного мужчину своего. И все, и как бы она родила ему дочери, две дочери родила. И он сказал ей, если ты не родишь мне сына, я с тобой разведусь и женюсь на той женщине, которая будет способна родить мне именно сына, наследника, да, то есть, ну, вот, ему нужен был сын, наследник, ну, вот у них вообще, как бы, ну, сын, это, вау, все, дочь, там, ну, так себе, ну, вы знаете, даже, вот, может быть, по сериалам, там, еще по каким-то, это правда, так и есть, вот, а у нее уже, как бы, ну, возраст подходил, там, и здоровье, там, и все, и она вот забеременела в третий раз, и она вот просто колотилась, да, пока не узнала пол ребят. Если бы это была дочь, он бы ее бросил и ушел к другой, и которая бы родила ему сына, ей повезло, это мальчик, это родился мальчик, все хорошо, и поэтому брак их сохранился, дети уже тоже взрослые на данный момент, все хорошо, там, ну, все уже где-то в других странах живут, как бы, да, может, хотела еще рассказать, как они сына воспитывают, может, это будет интересно, значит, дочери уже замужем, все там, ну, ладно, я не буду рассказывать, одна там вообще-то уже за арабом замужем, вторая там не совсем, ну, ладно. А вот сын, что касается, вот как его, наверное, растят в стиле, может быть, эти МДшники поддержали бы, у сына уже взрослые все, естественно, тоже его обеспечили, у нее там все, и машины, и квартиры, и бизнес, ну, такой ведь, да, понятно, у таких родителей, и он очень тоже в близких отношениях, не просто, не только с папой, но и с мамой, то есть тоже всех обсуждает своих этих девушек, женщин, и у него была девочка, вот, к слову сказать, да, они встречались два года, ну, такая средненькая, по уровню имеется в виду богатства, да. И когда возник вопрос, что уже ее родители там, ну, как-то начали там себя проявлять, что надо бы и жениться, не дурно бы, да, он сразу прекратил с ней встречаться, естественно, по указанию родителей, то есть, жену мы тебе будем подбирать ту, которую тебе надо будет, то есть, нищебродки мимо. Да, ну, в принципе, их можно понять, потому что они в этого сына столько вложили, да, и жениться наобыком, но по их пониманию, это было бы, конечно же, неправильно. Поэтому в данном конкретном случае, вот, он легко расстался с этой девочкой, я вот знаю, вот она там, и море слез было, и все, там, как бы, ну, сын у них тоже такой красавчик, потому что, ну, полукровка, там, она русская, ну, белорусская, русская, неважно. Он раб, такие, ну, дети симпатичные, скажем так, одна старшая дочь симпатичная, средняя, не очень, и младший сын тоже ничего такой, да, вот, то есть, он расстался с этой девочкой совершенно спокойно, и начал там, ну, с одной, с другой, с пятой, десятой, да, маму говорит там, ну, и папа, соответственно, ты гуляй, гуляй, сколько хочешь, там, только предохраняйся, чтобы не залететь, ну, на алименты не попасть. Ну, я думаю, что, если бы вдруг кто-то от него залетел, они бы тоже эти вопросы порешали, никакие бы алименты он не платил, и был бы как чистый лист, ну, опять же, да или нет, непонятно, но вы с ним эти все вопросы обсуждались, да, то есть, чтобы не было таких моментов, ну, в принципе, это правильно, в том плане, что, если вы хотите что-то вложить своему ребенку, вы должны с ним разговаривать с самого раннего возраста, как бы, да, вот, почему вот опять вот пишут эти комментарии, вот, она поставила его на алименты, я не понимаю этого. Ну, что, значит, поставила она алименты? Ну, вы же сами знаете, вот, куда вы это все сливаете, давайте уже открыто говорить, да, но вы же соображаете, что женщина может после этого забеременеть, естественно, вы будете содержать этого ребенка до 18 лет, либо платить 1,4 зарплаты до 18 лет, но вы же понимаете это, но почему вы сами попадаетесь на эту удочку, я никак не могу этого понять, по молодости, по глупости, но может быть, именно поэтому растите своих вот сыновиды и дочерей тоже таким образом, чтобы, ну, говорить, что не надо спешить, да, я уже в этом своем видео предыдущем еще о каком-то говорила, не надо спешить кого-то делать беременной, там, не надо спешить рожать, там, вот, кого-то, не надо, чтобы не было потом, вот, она РСПшка, одна, растит ребенка, мыкается, мучается, хочет, там, кому-то пристроиться, а с ребенком никому не нужна, либо он с элементами тоже нафиг никому не упал, и получается, она одна и он один, да, чтобы не было таких моментов, надо своих сыновид и дочерей, говорю, воспитывать, как бы, ну, в правильном ключе, но я немножечко перешла на детей, там, на ее сына, на их сына, да, а вот у этой женщины, я хотела вас спросить в начале этого видео, как вы считаете, счастливый это брак или нет? С одной стороны, она упакована по полной программе, там, она под защитой своего мужа, он решит любой вопрос, да, там, связи, там, наработанные годами, связи эти, которые поддерживаются большими деньгами, да, допустим, то есть вопросов нет, она полностью прикрыта, но с другой стороны, вот, ее женская жизнь, это я, насколько знаю, может быть, конечно, там, кто-то и был, но думаю, что нет, она своего мужа не изменяла, он единственный, и первый, единственный мужчина за всю ее жизнь, говорю, уже ближе к 60, ему, соответственно, тоже, да, но вот он жил своей жизнью, она жила всегда с пониманием того, что у него были и есть другие женщины, я не удивлюсь, что есть, может быть, у него кто-то вообще там содержал на стороне, может быть, другая какая-то семья, но не то чтобы семья, что, может быть, какой-то ребенок есть на стороне, я этого не знаю, но я не удивлюсь, потому что он жил, в принципе, всегда, как хотел, она как бы принял, но она нервная, она злая такая, да, вот, вспыхивает буквально, как спичка, то есть, ну, говорит о том, что она прожила такую неспешенную, спокойную, в общем-то, жизнь, но при этом сытую, в принципе, и прикрытую, поэтому, как вы считаете, это такой нормальный брак или все-таки нет, как лучше жить со своим мужем и быть на равных, то есть, ты знаешь, что он тебе верен, ты ему верна, вы партнеры, вы друзья, что они скажут тебе, там, я приду утром, там, или это в порядке вещей, там, или вообще не скажут, да, как бы ты же все равно человек живой, ты в моменте находишься, там, ты беспокоишься, там, переживаешь, сглотить все это ради денег, ради, там, сытой жизни, или все-таки нет, или моральное, психическое или психологическое, как сказать, здоровье дороже, ну, вот пишите свои комментарии, будет интересно почитать, что вы думаете, это как бы немножечко в тему про замуж за иностранца, это вот просто супер и здорово и замечательно, и нечего выходить замуж за наших, так сказать, русских, да, то есть, пишите, что вы думаете тоже и по этому поводу, будет интересно почитать. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, заглядывайте там плейлисты истории жизни, психологии и отношений, подписывайтесь на Boosty, чтобы мы с вами общались в прямых эфирах. Всем огромное спасибо за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok